Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Счастье – это когда ты знаешь» на волне Сангейтс. У нас сегодня находится замечательный человек, очень интересный педагог, лайф-коучер, если можно его так назвать. Это Григорий Макарон, которого вы уже знаете по прошлым передачам и по его многочисленным лекциям по всему миру, признанный гуру, человек, который учит, как правильно жить и как жить не нужно. Здравствуйте, Григорий! Добрый день, вечер. У нас с вами день, может быть, у кого-то сейчас кто нас слушает вечер. Рад нашей встречи и рад нашей возможности продолжить наше благостное дело. После вашего последнего выступления у нас был шквал звонков, люди задавали вопросы. Но поскольку их было слишком много, мы взяли только самые интересные вопросы, которые наиболее часто повторялись. У нас их получилось 4 вопроса. И я бы хотел, чтобы наша сегодняшняя передача была построена, исходя из этих вопросов, которые наши уважаемые радиослушатели и интернет-зрители задали и хотели бы получить ответ. Как раз получается очень такая приличная, насыщенная передача. Итак, Григорий, скажите, пожалуйста. Вот вам Нина Уварова из Архангельска задает вопрос. У меня третий бойфренд за полгода и вновь все не то. До этого была замужем 3 года и ушла от мужа. Как встретить своего мужчину? Сколько она была, повторите, я не расслышал, сколько она была, сколько прошло? У меня третий бойфренд за полтора года и вновь все не то. До этого была замужем 3 года и ушла от мужа. Полтора года, окей. Ну, смотрите, это вопрос об отношениях. И как зовут женщину? Лариса? Да, кажется, да. Окей, смотрите, здесь вопрос вот какой. Наши отношения отражают, как зеркало, наше внутреннее состояние, как говорится, ума, тела, души. Другими словами, что снаружи, внутри, то и снаружи. Если у человека третий бойфренд, по-моему, за полтора года, это говорит о том, что благостных отношений она создать не может. Тем более, там стоял вопрос, что до этого она была замужем и тоже развелась. Ну да. Это говорит о проблемах внутри. И какой здесь совет? Прежде всего нужно, я бы посоветовал со специалистом, проанализировать самое себя. То есть понять, какие внутренние искажения привлекают таких партнеров. Я часто слышу вот такую ситуацию. Ну что это такое? Особенно это звучит в русскоязычном нашем пространстве. Ну нет, мужики, одни козлы. Все время встречаю козлов. Это означает о том, что человек привлекает в свою жизнь не те отношения. Я бы посоветовал также вам проанализировать свою семью. Если бы мы были сейчас на линии, то мой вопрос первый был бы, расскажите про ваши отношения. Расскажите, как складывались отношения у папы и мамы. У меня есть предположение, что в такой семье отношения родителей тоже были неблагостные. И дети, когда вырастают, они создают отношения, в чем-то напоминающие отношения родителей, бабушек, дедушек. Копируют. Что вы говорите? Копируют те отношения, делают ту сублимацию, в которой они выросли. И из этого, у них же другого опыта-то нет. Они же, если воспитывались в семье, где папа с мамой ругаются, естественно, они это как кальку перенесут на свои взаимоотношения с партнером. Они думают, что так правильно. То есть, это механический такой гипноз получается уже. Да, и понимаете, какая получается ситуация? Получается ситуация, какая яблоня, такие яблоки. И это всегда в той или иной мере повторяет. Бывают разные, как говорится, модификации. Но, как правило, если у человека есть проблемы в отношении с партнером, то здесь я всегда ищу, в чём повторяется и проявляется вот эта семейная тенденция, родовая тенденция. И здесь первый вопрос. Проанализировать свою семью, проанализировать свои отношения. Почему? Это означает, что вы привлекаете тех мужчин, у которых есть те же самые нарушения, которые вам надо отработать. По всей видимости, здесь также надо проанализировать ваши отношения с отцом. Потому что именно отношения с отцом откладывают у девочки то направление, как у неё складываются отношения с мужчинами. Ну вот я приведу вам такой пример. Вот смотрите, у меня была такая, это показательная, они повторяются очень часто. Ну вот была такая показательная, давайте её назовём условно Таней. Вот пришла Таня, она говорит, что я никак не могу создать длительные отношения. Я встречаюсь с мужчиной, заранее я чувствую, что в нём есть напряжение, у меня есть какие-то неудобства, я стараюсь под них подстраиваться. Но всё равно эти отношения долго не длятся. Максимум, у меня были отношения около года. Потом эти отношения разрываются, я чувствую себя злой, я не удовлетворена и я не понимаю, мне уже она пишет, по-моему там было 34 года, я хочу иметь семью, я хочу родить, а у меня не получается. В чём проблема? Когда мы потянули за верёвочку, первое, что мы нашли, когда Тане было 13 лет, папа ушёл из семьи. Папа нашёл другую женщину, ушёл в другую семью. И что мы выяснили? У Тани осталась очень естественно большая травма. Почему? Потому что папа занимал определённое большое место в её жизни. Папа и мама — это два бога, это два крыла в жизни ребёнка. И вдруг одно крыло отрезают. Ребёнок, естественно, летать не может. И что происходит? Что происходит? Такие отношения взрываются. Таня оказалась злая, эта злость привела к тому, что она повторяется в её отношениях с мужчиной. Ну вот, в двух словах такой ответ. Надо искать причины и всё то, что не работает внутри. Я понял. Итак, ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. Хочу напомнить вам, что вы находитесь на волнах Сангейтс Рэйдио. Наш телефон прямого эфира 847-226-9956, 847-226-9956. С вами ведущий этой передачи, которая называется «Счастье. Это когда ты знаешь Владимир Гершанов», а также наш гость, который уже, скажем так, стал традицией вот этого гостя приглашать на наши эфиры. Это Григорий Макарон, коуч-тренер, лайв-коуч-тренер. Это человек, который обучает, как правильно жить. Григорий Макарон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова